Разбираем главный блок, на очереди блок о проекте, также известный как «Триколонки» и «Призыв к действию». В прошлом видео мы удалили фоновое изображение, можно установить другое фоновое изображение, а можно выбрать цветовое заполнение. Иногда это вполне востребовано. Черный, но какой-то он не черный. Почему? Сейчас расскажу. Кроме шести предустановленных цветов, вы можете выбрать любой цвет из палитры. Выбрали вот такой, но это опять не похоже на выбранный цвет. Еще раз, почему? А потому что наложение. Тут верхний слой, в котором есть прозрачность и цвет заливки. Причем градиентом. А вот это верх. Сейчас мы как бы белый верхний слой сделали непрозрачным. И нижний, назовем его синий, стало не видно. А сейчас мы наоборот верхний белый сделали абсолютно прозрачным, и нижний синий проступил на 100%. Но только наверху, потому что у нас тут градиент. И тоже можно сделать внизу. Полностью убрать заливку белым. Сделать полупрозрачным или абсолютно прозрачным. Причем верхний слой, слой наложения можно делать не белым, а, например, красным. Получится такая история. Может показаться лишним, зачем, казалось бы, нижний слой и верхний с градиентом прозрачностью и заливками. Для цветового заполнения действительно не очень нужно. А вот если вы вставляете изображение, иногда бывает необходимо его тонировать под цветовую гамму сайта. А если не надо тонировать, то просто уберите прозрачность вверху и внизу до нуля. Все, теперь вот это изображение у нас не пришей кобыль и хвост. Удаляем. Меняем текст кнопки. Принцип тут тот же, что и в шапке. Кнопка ссылка. И также можно добавить еще одну кнопку. И настройка цветов. В целом с настройками блока, я думаю, понятно. Черный текст, конечно, тут не очень, но белый еще хуже. Да, надо это продумывать на берегу. Сделаем хотя бы не такой черный, что ли. Что касается минимальной высоты. Высота тут измеряется в процентах и пикселях. Ставим проценты. Причем это не абсолютные проценты, а относительные. Относительно высоты окна браузера. VH это viewport high. Высота области просмотра. 100% это во весь экран. Если не указано, значит ноль. Но нуля здесь быть не может, он обрезает блок ровно под текст, оставляя поля. 50% то же самое. А вот 100% это во весь экран по высоте плюс шапка. Ну то есть как бы 100% без шапки. 150% огромная такая штуковина на полтора экрана. Ну а в пикселях оно и есть в пикселях. Уже ширины текста с отступами он сделать не может, а 800 пикселей вполне похоже на правду. Сделаем поуже. Вот. Не забывайте обновлять. Так, ну и в целом с оформлением, по-моему, все. Давайте уберем все-таки вот это описание. Совсем что-то оно тут не вписывается. И шапку поуже сделаем. 100 пикселей. Это высота шапки. Вполне миленько получается. Добавим текст. Уж заполнять так заполнять. Что нам посоветовал чат GPT. Я заранее его просил написать текст. Если кто не знает, что такое чат GPT, ссылка в описании. Вот. Это мы вынесем заголовок. Заголовок — это суть и основная идея. Потом покажу, что имеется в виду. Ну, в принципе, даже чат GPT вполне подходящий заголовок сформулировал. Надо только его подсократить. И вот неочевидная вещь. Как расставлять переносы в заголовки. Тут он подхватывает простейший html тег «бр» — перенос строки. Там, где нужно перенести строку, вставьте тег «бр». Дальше текст призыва к действию. Ну, не совсем подходит. Ну, ладно. Смысл в том, что вы подводите человека к нажатию кнопки, на которой стоит ссылка на какую-то глобальную цель. Классика — сделать пожертвование. Но цели могут быть разные. Например, у сайта Кандинского цель, чтобы пользователь скачал и установил Кандинского. Соответственно, заголовок, то есть суть проекта, что вы сможете создать сайт сами. Текст призыва к действию буквально в двух предложениях сказано о достоинствах, что бесплатно и без навыков программирования. И, собственно, призыв — начните работать на сайте уже сегодня. И сделать это можно, нажав на кнопку вот тут двояко. Потому что если человек не знает, что такое Кандинский, то на кнопку «Создать сайт», где в двух словах рассказано, как это сделать. А если он уже знает, то нажав на кнопку «Скачать Кандинский». Собственно, так в двух словах можно описать суть главного блока и призыва к действию. Да и вообще суть того, для чего создается сайт. Очень редко такое бывает, что вы создаете сайт не для чего. Вот просто совсем не для чего. А если какая-то цель все-таки присутствует, ее нужно сформулировать, вывести на главную, чтобы было ясно в чем она и посетитель к этой цели прошел самым коротким путем. Примерно так, как я показал на примере сайта проекта Кандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова